Находчивость, внимательность и скорость. Все эти навыки отлично развивает игра в лапту. Это официальный национальный вид спорта, в котором принимают участие жители более 50 регионов России, в том числе и Ульяновской области. Кроме того, это одна из спортивных игр, которую легко адаптировать к ущебному процессу. Поэтому Министерство просвещения РФ утвердило образовательный модуль лапта для российских школ. Форма реализации модуля по виду спорта лапта у нас будет различна. Это и урочная деятельность, и внеурочная, и доп. образование детей. Внедрение игры в учебный процесс активно проходит в Ульяновской области. В настоящее время учатся играть в лапту около 5000 детей в 40 школах нашего региона. В лапту, как правило, играют на открытой площадке с травяным покрытием. Однако обучение проводят и в спортивном зале. Ведь без регулярных тренировок невозможно сохранить и развивать нужные навыки для игры в течение года. Кроме того, правила достаточно непростые. Команда, бьющая в городе, которая выполняет удар по мячу, и команда, защищающаяся в доме и в городе. Задача бьющей команде пробить, выполнить хороший удар по мячу, чтобы участник, член команды пробежал до конца площадки и вернулся обратно, принеся своей команде, соответственно, одну очко. Ученикам нововведение понравилось, ведь в лапту они играли и до ее внедрения в учебную программу. Про лапту мы еще узнали в начальных классах, то есть в шестом. Мы играли на улице, ну и в спортзалах так. Часто достаточно играли, потому что для игры особо ничего не нужно, никаких средств. То есть достаточно просто мяча и палки, соответственно. Ну, если появится клуб школьный, конечно, ходить буду, потому что достаточно интересная игра. Модуль лапта добавлен в программу по физкультуре с 1 по 11 класс. В 2024 году планируется открытие спортивных клубов для занятий лаптой в каждой школе региона.